Казахстанским чиновникам не на чем ездить на работу. Иначе как объяснить размещенные на сайте госзакупок в мае шесть лотов о покупке дорогих автомобилей на сумму более 350 миллионов тенге? Больше всего автомобили необходимы алматинским чиновникам. Для удовлетворения, условно говоря, крайних нужд Акимата городской бюджет опустеет на 160 миллионов тенге, на 77 из которых будут куплены пять автомобилей представительского класса. На АБЧом алматинским чиновникам ездить не пристало. В объявлении на сайте госзакупок четко прописаны требования к необходимому уровню комфорта машин. Не менее шести подушек безопасности АБС, СРС, ГУР, ПЭП, усилитель экстренного торможения, декоративная отделка элементов интерьера вставками под дерево, климат-контроль, регулировка руля по углу наклона. Это вам не Волга или даже не Ниссан Кашкай, а минимум Тойота Лэнд Крузер Прада. В 15 миллионов тенге за автомобиль аккурат можно уложиться. Однако странно. Недавно вице-спикер Мажелиса Даригана Зарабаева озвучила, что чиновники Алматы действительно сменят транспорт. Но речь тогда шла вовсе не об иномарках VIP-класса. Каждое воскресенье, чтобы работники Акиматов по очереди пересели на инвалидные коляски, вошли в шкуру человека нуждающегося и проехались по городу, сходили бы в театр, в магазины. Впрочем, у богатых и власть имущих свои причуды. Вероятно, на лексиконе Дариги имена автомобилей VIP-класса именуются инвалидными колясками. Тогда, собственно, честь на Расултановне и хвала держат данное слово. Но не только алматинские чиновники бедствуют, точнее испытывают острую потребность в дорогих средствах передвижения. Аналогичная ситуация и в Атараусской области. И аппетиты здешних слуг народа, надо замерить, один в один вторят желанием алматинских коллег. Местный Акимат готов потратиться на 14 автомобилей стоимостью более 10 миллионов тенге за штуку. Кстати, вместо огромных бюджетных трат на нужды чиновников, можно было бы на те же самые 350 миллионов тенге закупить более тысячи дорогих современных электрических кресел-колясок и обеспечить действительно нуждающихся в них инвалидах, которые в большинстве своем передвигаются на морально устаревших моделях колясок. Субтитры создавал DimaTorzok